Борьба интеллектов. В Бобруске прошел областной этап республиканского турнира по робототехнике. Это очень перспективная профориентация. Как прошло масштабное действие? На Волоске стихии в центре города от огня спасли двух человек. Эвакуация жильцов из подъезда не производилась. Из-за чего вспыхнула квартира? Рождество Христово. Традиционный музыкальный спектакль прошел во Дворце искусств. Хочется, чтобы всех был праздник, чтобы все почувствовали Рождество. Чем еще удивляли зрители? А также по правилам погоды, внешней торговли и ближе к выборам. 15 января – крайний день приема документов на регистрацию кандидатов в депутаты. Когда начнется этап агитации? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент провел встречу с послом Таджикистана. Между странами действует дорожная карта двустороннего сотрудничества до 2026-го. Ее темпы реализации и другие вопросы взаимодействия и стали темой обсуждений. Александр Лукашенко подчеркнул, торгово-экономические отношения – это фундамент. И в этом направлении есть к чему стремиться. Глава государства также акцентировал, необходимо потрудиться, чтобы вернуть и приумножить показатели товарооборота. Согласитесь, 70-80, даже 100 миллионов товарооборота для нашей страны – это почти не что. Я думаю, надо искать возможности увеличения товарооборота, определиться, как мы всегда делаем. Я уверен, Таджикистан примет такие предложения, определиться по товарам, которыми мы взаимно можем торговать, обмениваться. Я еще раз говорю, наши возможности вы хорошо знаете. У нас есть все необходимое, в чем нуждается Таджикистан. И в области промышленности, и сельского хозяйства, и поставок автомобильной техники, особенно больших грузов. Вы очень много работаете по разработке горнорудной промышленности. Мы здесь можем оказать вам значительную помощь и поддержку. На встрече чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана заявил о намерении создать в Минске свой торговый дом. Многофункциональный комплекс, который будет служить координационным центром для представителей обеих стран. Дипломат отметил, Беларусь – один из приоритетных партнеров Таджикистана. Вырвали из рук стихии в Бобруске прямо из огня спасли двух пенсионеров. Утром 14 января сотрудники МЧС экстренно отправились на Октябрьскую, где полыхала квартира на шестом этаже. Внутри хоть глаз выколи. В одной из комнат огнеборцы обнаружили хозяина и его жену. Пожилых жильцов буквально на руках вынесли на свежий воздух. С отравлением продуктами горения и ожогами они госпитализированы. Дочь пострадавших самостоятельно выбралась из квартиры до прибытия спасателей. Женщина также нуждалась в помощи медиков. В результате пожара повреждено имущество, закопченный стенный потолок в квартире. Эвакуация жильцов из подъезда не производилась. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Я в седьмом часу двери у себя открыл, смотрю коридорчик, забитый весь дымом. Позже в окно посмотрел. С этой стороны клубы дыма аж задувало ветром. Статистика тем временем повергает в шок. 2024-й только начался, а бежалась на стихе, уже унесла 60 жизней. В стране за две недели произошло 358 пожаров. Рекордные показатели, оранжевый уровень и значимая прибавка. В Беларуси с 1 февраля увеличатся пенсии. Насколько? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. 15 января – крайний день приема документов для регистрации кандидатов в депутаты Нижней палаты Белорусского парламента, а также в местные советы депутатов. С 16 по 30 января будет проходить регистрация. 31 числа начнется самый активный этап избирательной кампании «Агитация». Единый день голосования, напомним, состоится 25 февраля. Строительная отрасль показывает положительную динамику. В планах на 2024 наращивание качества. По некоторым позициям в прошедшем году достигнуты рекордные показатели. Так, более 2 миллионов тонн цемента поставлено в Россию. За последние годы в условиях санкционного давления найдены новые рынки сбыта и потребителей. Темп роста экспорта в строительной сфере в 2023 – около 107% к уровню 2022. В стране с 1 февраля на 10% увеличатся пенсии. По оценкам экспертов, в среднем плюс достигнет 75 рублей. К слову, на эти цели в фонде предусмотрено 22 миллиарда рублей. На повышение в месяц – 166 миллионов, на 11 месяцев – почти 2 миллиарда. Это те дополнительные расходы, которые будут выделены именно на рост выплат по возрасту. В республике продолжается рост экспортных поставок. По итогам 11 месяцев 2023 сальдо внешнеторгового оборота – более 730 миллионов долларов. Объем торговли увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 87 миллиардов долларов. К слову, по оценкам экспертов, Беларусь войдет в топ-3 торговых партнеров России по результатам 2023. Оранжевый уровень опасности объявлен на 16 января из-за ветра. Усиление порывов до 15-20 метров в секунду ожидается на большей части территории страны. Также синоптики прогнозируют снегопады и метель. На отдельных участках дорог гололедится. ГАИ призывает к предельной внимательности и осторожности. Местные Кулибины. 21 век – период технического развития. Одно из самых популярных направлений робототехника. Десятки юных бобручан горят делом и мечтают связать с этим свою жизнь. А пока есть время и возможности, демонстрируют свои умения и таланты. В теме разбиралась Юлия Вернер. На часах половина десятого утра, но участники бодры как никогда. Впереди несколько часов напряженных соревнований. В этом году нововведение. К областному этапу присоединился и Кубок по образовательной робототехнике. 173 команды со всей Беларуси, 15 судей, 24 компетенции и месяцы интенсивной подготовки. Все для того, чтобы продемонстрировать свои навыки, умения и, конечно же, роботов. Приятно видеть, что участников становится все больше и больше. Детей разных возрастов. Дети умные, я хочу отметить. Интегрально развитые. И я считаю, это гордость нашего города, городов Беларуси и вообще нашей страны. Молодые умы не сидят сложа руки. Пульта управления на готове. Борьба предстоит непростая. Следование по линии, эстафета, робофутбол, мини-сумо. С легкой руки владельцев машины проделывают трюки. Плюсы направления очевидны. Робототехника открывает любые двери. Это очень перспективная профориентация. Наши учащиеся могут поступать в высшеучебное заведение, где они будут как рыба в воде. Мы знаем прекрасно о том, что 9-11 классы могут подать заявки в детский технопарк, где дети проходят обучение по робототехнике. И потом у них есть перспектива на самом деле без экзаменов поступить в высшеучебное заведение. Когда смотришь в глаза этих детей, когда они светятся, улыбаются, когда они горят, хочется все это делать. Бобручанин Даниэль Ворублевский в теме уже 5 лет. 12-летний мальчишка сосредоточенно возится со своим киборгом. Впереди испытания не из простых. За 8 минут пройти полосу препятствий. Юный гений с гордостью рассказывает, если наловчиться, робот может принести даже тапочки. В планах модернизировать его еще больше. У меня есть свой робот на гусеничной платформе. На нем есть манипулятор. И все это управляется с пульта. Он должен преодолевать всякие препятствия. Пока что он не полностью доработан, но мы стараемся его сделать с каждым разом все лучше и лучше. У нас сегодня участвует 8 человек. Мы участвуем в следующих номинациях, такие как Кубок РТК, робот Сумо, робо-оследование по линии, а также Олимпиада Скрэйч. Победить, конечно же, надеемся и даже рассчитываем на победу. Итогами соревнований для юных бобруйчан стали призовые награды. Представители Центра доп. образования детей и молодежи забрали две бронзы в номинации Скрэйч Олимпиада младшей возрастной категории. Ученики третьей гимназии заняли первое и второе место в одной из компетенций Кубка. В областном этапе не обошлось без презентов. Такой результат не только следствие ежедневного труда ребят, но и упорной работы педагогов. Для юных бобруйчан созданы все условия для того, чтобы они смогли развиваться и достойно представлять нашу страну в будущем. В Центре дополнительного образования собраны все объединения по интересам IT-направлений, которые сегодня востребованы среди учащихся их родителей. И мы, безусловно, приглашаем каждого ребенка в объединение по интересам Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Робототехника – перспективное направление, которым с удовольствием занимаются десятки детей города. Благодаря упорному труду и максимальной вовлеченности совсем скоро Бобруйск будут прославлять известные имена. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Светлый праздник, традиционный рождественский спектакль собрал жителей и гостей города. Перед началом в фойе Дворца культуры развернулись тематические секции. Это и рождественские экспозиции, и фотогалереи. После зрителей ожидала постановка «Рождество Христово». В ней задействовали более 200 человек, все прихожане епархии. Идея возникла несколько лет назад. Причем мы ставили спектакль о Рождестве Христовом 15 лет назад первый, когда открылась наша гимназия, наш духовный центр. И вот мы попытались показать зрителю, что чудо в жизни есть. Мы постарались сделать это максимально так ярко, живо, интересно, современно. Хочется, чтобы всех был праздник, чтобы все почувствовали Рождество. И счастливого года желаю всем. Добра, милосердия друг к другу, укрепления веры, надежды и любви. Спектакль вобрал в себя духовную и современную музыку, танцы и песни. Прекрасным дополнением стали видеовставки с рассуждениями детей о религии. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!